Более двух тысяч атлетов из 36 стран мира, в том числе из России и Украины, примут участие в 14-х европейских макабианских играх в Берлине. Среди дисциплин бадминтон, баскетбол, плавание, шахматы, боулинг и даже бридж. Первые макабианские игры, их еще называют Олимпиадой для еврейских атлетов, состоялись в 1929 году в Праге. И дело тут, как говорят историки и организаторы игр, не только в спорте. Речь идет, конечно, и о сохранении еврейской культуры. Это соревнования, в которых участвуют еврейские атлеты со всего мира, не только из Европы, но и из США, Аргентины, ЮАР, Австралии. Они играют большую роль в еврейском спортивном движении. Символическое значение нынешних макабианских игр в том, что откроются они на спортивном стадионе, где в 1936 году нацистская Германия проводила Олимпиаду. Да и состоятся еврейские соревнования в Берлине в год 70-летия окончания Второй мировой войны. Для меня эти игры значат много. Кто мог ожидать тогда, в 1943-м, когда мы ушли в подполье, что мы сможем все это пережить, и евреи снова будут жить в Германии, что наш спортивный фестиваль пройдет на том самом месте, где нам не разрешили участвовать в Олимпиаде 1936 года. В Берлине самая большая еврейская община в Германии. Но далеко не все в ней были согласны с тем, что именно этот город стал столицей макабианских игр. Надо отметить, что было немало споров, в том числе и в еврейском спортивном движении, о том, стоит ли проводить игры в Германии, стоит ли их устраивать спустя 70 лет после Холокоста. Я рад, что мнение сторонников возобладало. 14-е макабианские игры продлятся 10 дней и, судя по всему, станут одним из центральных событий как спортивной, так и политической жизни Берлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова